Зачастую беспечность самих граждан по отношению к их имуществу становится причиной совершения таких преступлений, как хищение имущества. Граждане сами не предпринимают должных мер по сохранности своего имущества, что становится причиной совершенных в отношении них краж. Беспечность стала одной из причин совершенного в мае этого года в одном из районов города Орши кражи велосипедов. Так, в один из летних, можно уже сказать, вечеров, молодой человек, житель Орши, решил прокатиться на своем велосипеде возле дома, как было установлено, отдохнуть от работы. Катаясь по городу, он встретил своего знакомого уже недалеко от своего дома на стоянке, где последний парковал автомобиль. Они разговаривали, и чтобы продолжить беседу, решили сесть в автомобиль, чтобы было удобнее разговаривать. Ну, велосипедист, если можно так сказать, не нашел ничего лучше, как оставить велосипед на траве рядом со стоянкой. Он подумал, что его никто не украдет, ввиду того, что окна в машине открыты, и видно, что люди находятся в салоне автомобиля. Но, как потом впоследствии утверждал обменяемый уже непосредственно в зале судебного заседания, он не видел людей. По его версии, он шел рядом со стоянкой, видел на траве велосипед. Как он пояснил, он подумал, что кто-то забыл велосипед, и решил взять его, чтобы потом через социальные сети, возможно, установить владельца и вернуть им оставленный велосипед. Но версия обменяемой, если можно так сказать, рассыпалась в судебном заседании, когда участниками процесса была просмотрена видеозапись с камер наружного видеонаблюдения, которые установлены на доме напротив стоянки, где находился велосипед. Из видеозаписи следует, что в момент, когда молодой человек подходил к велосипеду, он не мог не заметить людей, сидящих в салоне автомобиля, ввиду того, что окна в машине были открыты, так сказать, пассажира курили и высовывали руки из окна. То есть обменяемый четко видел, что в автомобиле находятся люди, и, соответственно, его умысел был направлен не на как? Так, на то, чтобы взять, так сказать, находку себе и вернуть владельцу на то, чтобы все-таки похитить указанный велосипед. Также версия обменяемого опровергается еще и тем, что когда он уже катил свой велосипед по дороге к своему дому, навстречу ему шел сотрудник милиции в форме, однако он никоим образом к нему не обратился, чтобы вернуть находку, так сказать, и чтобы милиционер уже устанавливал владельца. Почему на этот вопрос обвиняемый как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, не мог четко ответить. Действия обвиняемого были квалифицированы по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь как тайное похищение имущества, кража. Обвиняемый понес установленный законом наказание. Ну, а потерпевшему, можно сказать, повезло, ввиду того, что он нашел свое имущество, только потому, что вот таким образом в настоящий момент у нас по городу устанавливаются камеры видеонаблюдения, из которых, непосредственно запись которых, можно было установить лицо, похитившее его велосипед. Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы они принимали должные меры по сохранности своего имущества, и тогда, скорее всего, краж и иных видов хищения у нас в городе станет меньше.